Все, пишем. На рассылку по сериалу Шерлок, то есть мне теперь приходят письма с разбором разных серий и фраз оттуда и мне очень захотелось поделиться ей с вами. Автор этих писем не я, как вы уже догадались, а Наталья Нистратова, но раз уж у нас тут с вами не скучный английский, то я хочу поделиться с вами частичкой первого письма из этой серии. Итак, сегодня вас ждет раскрытие преступлений в эпизоде a study in pink. Этюд в розовых тонах. Поехали! Начнем с фразочек, которые можно употреблять в ежедневной речи. Например, в серии миссис Хадсон говорит А как насчет этих самоубийств Шерлок? Мне кажется, они как раз по вашей части. Ну, например Следующее классное выражение из этой серии то есть за счет заведения Я надеюсь, что нам в жизни пригодится почаще эта фраза В серии владелец кафе говорит Шерлоку Любое блюдо из меню, все что пожелаешь бесплатно, все за счет заведения для тебя и для твоего парня И Шерлок может объяснить Все за счет заведения сегодня Запомнила? Как будет за счет заведения? Так, повторяем, пока далеко не ушли За счет заведения И первое выражение будет как раз по вашей части Ну, once заменяется на Ну вот, например, у меня здесь сидит подруга Она отлично готовит Идеально ты подошла под это А теперь давайте понаблюдаем за прекрасным зрелищем Как думает и рассуждает Шерлок Заходим в чертоги разума Когда смотришь сериал в оригинале, это выглядит еще интереснее, потому что можно слышать его настоящий голос Итак, нам нужно знать два выражения Это значит, что человеку около 30 лет Если сказать Это уже значит, что ближе к 40 Так как частичка late указывает на то, что человеку больше 35 Аналогично Например, это будет возраст от 20 до 25 лет Например, им около 40 лет От 40 до 45 И второе выражение, которое нам нужно То есть судить по чему-либо Например Он женат, судя по кольцу А теперь обращаемся к примеру из сериала И все понимаем На что указывает откровенно кричащий розовый цвет То есть запомнили То есть запомнили И Судя по чему-либо Ну и последний блок, который освещается в письме Который мне хотелось бы сказать Это британский сленг Естественно, сериал современный Снимается в Лондоне Поэтому они довольно часто прибегают К такому как раз разговорному языку Так вот, например От слова cab Такси Или водитель такси В разговорной речи суффикс часто употребляется для характеристики человека или в уменьшительно ласкательном смысле Например, Наркоман Или Собака Ну, собачка Например, такая фраза Что переводится Серьезно Этот парень, наркоман Вы вообще с ним знакомы? А все, что про доги можно говорить Вот такие колсом Потому что при слове собачка что на русском, что на английском в воздухе сразу появляется гелий И последнее выражение на сегодня Это обозначает сходить на улицу сбегать куда-то, выскочить Например, Джон говорит И Шерлок отвечает ему То есть, на свежий воздух просто выйду ненадолго Скоро вернусь Ну что ж, не буду спойлерить дальше Я понимаю, что вы сейчас многие подпишитесь на эту рассылку и вас там ждет много интересного И самое крутое, что в каждом письме есть упражнения, в которых можно проверить себя Заодно вы как раз усвоите получше то, что было в этом видео и запомните это навсегда Это самое важное, наверное, когда учишь выражение Конечно, я оставлю ссылку на рассылку в описании к этому видео Ссылку на рассылку Отлично звучит Конечно, я оставлю ссылку на эти письма в описании к видео Так что enjoy И, конечно, это абсолютно бесплатно От вас нужен только email куда слать письма Также вы можете перейти на сайт в школу Skyeng и получить то самое первое занятие бесплатно И узнать, что там еще интересненького припустено Там есть рассылки по другим фильмам по Игре престолов, по Гарри Поттеру Ну и просто типа разговорные английские какие-то важные полезные вещи И главное это ну не скучно И еще обязательно посмотрите наше прошлое видео оно мое любимое из всех Там Пинк Флойд Симпсоны и классные идиомы Короче, очень интересно Прям советую честно Ну а мы с вами увидимся через неделю Обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео С вами была Таня Старикова и онлайн школа английского языка Skyeng Goodbye See ya!